Будучи беременной, Екатерина потеряла мужа, а со временем узнала, что и жизни ее малыша угрожает опасность. Еще до рождения маленькому Назару поставили диагноз – сложный врожденный порог сердца. Но операцию откладывали. Как спасали мальчика, расскажет Инна Желенко. Может, домой хочется, да? Скоро ты увидишь в братики своими, да? И с братика он будет всех раз. С самого рождения маленький Назар с мамой фактически живет в больницах. Два часа после рода был со мной, потом увидели, что он начал синить. Сразу забрали его в реанимацию. Находился он там пять дней в реанимации. На шестой день нас уже отправили сюда, в Киев. Диагноз малышу поставили еще в утробе матери. Всю беременность Екатерина находилась на сохранении. Врачи боялись, что ее ребенок не выживет. Врожденный порог, тетрадофолом. Это означает, что у ребенка было четыре порога в одном. Помочь Назару медики не могли. Пока мальчик не набрал достаточный вес, делать операцию было слишком опасно. Он нервничает, его трясет и начинает полностью синеть. Это очень страшно смотреть на ребеночка, когда он полностью темнеет и не знаешь, что нужно делать с ним. Немного облегчить приступе помогла хирургическая процедура, которую сделали несколько месяцев назад. Баллончиком через ножку завели катетер, баллончик. Раздули его в этом суженном месте и немножко его расшили. Это сделали для того, чтобы больше поступало крови в легкие. Чтобы провести сложную операцию, необходимо было дорогостоящее оборудование. Катя одна воспитывает двоих детей. В прошлом году потеряла мужа. Помочь переселенке из Донецка было некому. Она с детства сирота. Я заведующая сказала, говорю, конечно, операция это, конечно, хорошо. Но как быть со средствами, говорю, нет вообще возможности купить ни лекарства, ни оплатить эту операцию. Она говорит, вы как переселенцы, говорит, слава богу, говорит, можно обратиться в фонд Рината Ахметова. Штаб Ахметова оказывает системную поддержку детям Донбасса. Тем, кто нуждается в срочных хирургических вмешательствах, жизненно важных лекарствах, помогают оперативно. За три года более четырем тысячам девочек и мальчиков оказали необходимую помощь. Штаб Рината Ахметова обеспечил ребенка всеми необходимыми лекарствами, в том числе и оксигенатором для искусственного кровообращения. Я очень благодарна Ринату Ахметову, потому что он идет на встречу и помогает. Я очень благодарна ему. Теперь ребенок здоров и сможет вместе с мамой вернуться домой.